Молодежный форум В эти выходные в Лесосибирске стартовал один из самых масштабных молодежных проектов нашего региона – «Новый Фарватер-2013». Вот уже 10 лет организаторы проекта колесят по городам Красноярского края в поисках новых идей и талантов. Еженедельные отчеты о том, как проходят битвы территорий, мы будем выдавать в эфир. А сейчас предлагаю вспомнить, как это было ровно год назад. Красноярский край готов провести универсиаду в 2019 году. У нашего региона есть неплохие шансы встретить гостей. С таким настроением выступила молодежь на краевом проекте «Новый Фарватер». Этот арт-моб как раз посвящен универсиаде 2019. В Назарова создали западную звезду, еще четыре сложат на других территориях. Фарватер существует уже 9 лет. За это время тысячи молодых людей отмечены наградами. На суд жюри выставляют уже реализованные проекты. Победа в Фарватере не приносит денег, но дает возможность творческого и карьерного роста. Вас заметят. В первый день проходят мастер-классы и отборочные туры. На площадке брейк-данс выступает Назаровская команда юниоров. Забегая вперед, скажем, наши дети станут победителями в своей номинации. Они выполнили все требования экспертов. Техника, сложность, креативность, музыкальность и подача на сцене, то есть самого себя. Второй день Фарватера – подведение итогов. На сцену представителям нашего города пришлось выйти более 10 раз. И все за призовыми местами. Впервые за всю историю краевого проекта «Одна территория, и это наш с вами город», стал победителем по всем направлениям молодежной работы. И вновь мы стали абсолютным чемпионом в западной группе городов и районов Красноярского края. Город Назарова. Новый Фарватер. Объединяя молодых. Первый день работы Северного Фарватера начался с регистрации участников. В этом году побороться за главный кубок приехали 219 человек из 10 северных территорий Красноярского края. Среди них музыканты, танцоры, инноваторы, политики и все те, кто непосредственно связан с развитием различных проектов в молодежной сфере. Мы привезли проекты военно-патриотические, телевидение, фотографии, номинации «Рок-музыка». Уже с утра на площадке «Рок-музыка» собралось немало команд. У местных рок-групп, не заявленных в конкурсе, стало излюбленным выступать на Фарватере наряду с участниками проекта. А самой многочисленной и интересной локацией стала площадка «Рэп-музыки» и «Брейкинга». Эксперты номинации признаются, что именно на севере самый добрый и настоящий «Рэп». Добротные темы, прямо настоящие хорошие темы, которые стоит поднимать, которые сейчас очень важны для молодежи. На мой, конечно, взгляд такой субъективный. В педагогическом институте в формате фотосушки конкурсанты и гости проекта познакомились с творчеством участников номинации «Фотография». А на интерактивной локации робототехника были представлены последние разработки юных инноваторов. В технологическом университете собрались представители молодежной политики, чтобы показать экспертам свои проекты и, конечно же, выслушать их мнение. По сравнению с прошлым годом наиболее высокая активность представлено 27 проектов вообще в различных номинациях. Второй день проекта стал днем мастер-классов. На наш город приехали ведущие эксперты в области телевидения, печатанных средств массовой информации и различных творческих номинаций. На заключительном концерте, который проходил в Доме культуры Маглаковский, зрители смогли увидеть лучшие номера в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Молодежных стрит-культур». В итоге в общекомандном зачете места среди 10 северных территорий распределились следующим образом. Третье место у команды Северенно-Исейского района. Второе стало «Молодежь из Норильска». И первое место... Новый фарватер едет в центр и будет там определять лучшую территорию. Новый фарватер. Объединяя молодых. Знакомьтесь, это участники центрального фарватера. Восемь команд из центральных территорий края и Венкийского района встретились в Железногорске. Город радушно принимал творческую молодежь. То, что сегодня такое серьезное зажигание в Железногорске, меня просто это очень радует, как мэра. Хочешь заявить о себе? Легко. Главное – правильно выбрать площадку. А их в центре было немало. Восемь проектных и одиннадцать творческих. Ну, это, мне кажется, очень хорошая возможность показать себя, проявить себя творчески, как бы. У нас в городе не очень часто такого типа конкурса проводят. Рок жив, рок будет жить. Для многих групп фарватер становится первой ступенью на пути к большой сцене. Конечно, любой концерт может быть точкой, отталкивающейся, как вы сказали. Конечно, любая, даже просто песня в любой компании может стать отправной точкой. Спорт и творчество. Кто сказал, что эти две вещи несовместимы? На фарватере они неотделимы друг от друга. Дискуссионная площадка, фотокросс и, конечно же, арт-моб прошли в поддержку проведения зимней универсиады 2019 в Красноярске. В общем зачете бронзу завоевали участники из Девногорска. На втором месте представители Емельяновского района. И победителями стали хозяева центральной зоны команда Железногорска. А новый фарватер движется дальше. Встретимся в Канске. Новый фарватер. Объединяя молодых. Что, нельзя, да? Пусть посохнут. Жалко, что это. Вот и оно, первое нововведение фарватера. Лучшего фотографа определяют не только по архивным снимкам, но и по результатам фотокросса. Кто-то приехал на фарватер побеждать, а кто-то... А впрочем, мы знаем и самих участников, чего не забыли в Канске. На конкурс приехали. Какой конкурс? Наблюдать будем. Вот жду результатов. Стою. Вы такие вопросы задаете, не могу сконцентрироваться. Как че? Модели мы тут? Он у нас слабый кот, а я младший. Это круто! А это волонтеры Красноярского краевого библиотечного техникума. И встречают они участников площадки «Проектная деятельность». Работа ведется аж в семи направлениях. Оценивают достижения команд. Лица, известные в молодежной политике края. Проект называется «Золотые голоса Кана». Была организована молодежная площадка, где молодые люди также учатся выступать, петь, собирают фольклор. В этом году восточной зоной побит рекорд количества участников. Заявлено 14 территорий в 23 номинациях. Восток еще раз доказывает, что с танцующей, играющей и поющей молодежью здесь все отлично. Кто-то много не дотягивает, кто-то поопытнее, ребята, видно, держатся лучше на сцене, умеют работать правильно, даже банально с микрофонами. Мы вот только вчера написали второй трек, сегодня с ней выступали, как-то вывезли. У нас были косяки, конечно. У нас всегда в последний день. Всегда на месте разбираемся. Бибои заревнуются в трех номинациях – соло, команда и шоу. Однако это еще не все, за что предстоит побороться стритденсером. «Вайтмастерс» объявляют отдельную номинацию. Наиболее понравившегося бибоя они готовы принять в свою команду. Фарватер 12-го тематически привязан к Году истории России. Руководитель клуба военной истории «Камелот» Алексей Булавкин рассказывает о выставке исторических костюмов. Это кафтан пушкарей. Крепится сумка для ношения пуль. То есть свинцовые пули складывались в эту сумку. А вот это – пороховница. Второй день фарватера не менее насыщенный. Во-первых, руководители направлений проводят мастер-классы. А еще второй день – это долгожданное награждение. Канск-Зеленогорск – два города, которые одинаково достойны стать первыми в восточной зоне, отмечает директор проекта Андрей Гонцелевич. Но победитель один. Это столица восточного фарватера – город Канск. Хип-хоп, электродэнс – все здесь очень развито. И это вот принципиальное отличие от других территорий. А путешествие проекта по краю продолжается. И следующий пункт – Шушинская. Новый фарватер. Объединяя молодых. Краевой молодежный проект «Новый фарватер» завершил свою работу пятым южным этапом в Шушинском. Всего за победу боролись девять территорий Красноярского края в двадцати трех номинациях. В кабинетах Дома творчества идут мастер-классы. В номинациях «Печатные СМИ и телевидение» эксперты разбирают газеты и отдельные статьи, телевизионные программы и ролики, выбранные для конкурса. Рядом ребята практикуются фотографией. Педагог медиамастерской «Твори гора» Евгений Иголкина делится секретами своего мастерства и удачных кадров. Мне очень важно оценивать в человеке то, насколько он искренне пытается увидеть то, что происходит вокруг, и то, насколько ему мир интересен. На дискуссионной площадке ребята из южных территорий края взвешивали все «за» и «против» и вместе искали ответ на вопрос, стоит ли в столице края проводить универсиаду. Как выяснилось, плюсов гораздо больше. Под знаком универсиады же прошел и традиционный арт-моб. Кстати, шустрые участники южного фарватера собрали звезду быстрее, чем на всех остальных территориях, лишь за 11 секунд. Самым зрелищным стал конкурс-концерт эстрадных вокалистов и хореографических ансамблей, который прошел одновременно с церемонией открытия. В переполненном зрительном зале участники проекта и шушенская молодежь. Новый фарватер – проект масштабный, требует хорошей инфраструктуры и обеспечения. Именно поэтому не каждый район Красноярского края может принять у себя на земле мероприятие такого уровня. Приняли очень-очень хорошо, тем более мы здесь уже не первый год, здесь всегда прекрасно принимаем. И размещение, и питание, и само проведение фарватера очень прекрасно. Спасибо огромное, конечно, чрезвычайная земля. Новый фарватер как конкурс – это состязание территорий, и победитель должен быть один. Так казалось всем. Но этот год преподнес большой сюрприз. По количеству набранных баллов в разных номинациях первое место в южной зоне нового фарватера поделили сразу две территории. Это команда города Минусинска и Шушенского района. Надо сказать, что победы хозяев праздника шушенцев в своей южной зоне уже давно традиция. Мы считаем, что молодежь – это самая классная категория нашего населения. Просто надо больше обращать их внимание, разглядеть в каждом талант. Я считаю, что все получится. Я поздравляю всех жителей нашей территории с первым местом, что рядом с ними живут такие талантливые ребята. Победители проекта получат возможность в следующем году за счет краевого бюджета стать участниками межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, таких как «14.25» и «Живой звук», «Хип-хоп-линия» и «Енисей РФ», молодежные «Дельфийские игры России» и всероссийский форум «Селигер». А еще победители проекта по рекомендации экспертного совета могут быть номинированы на премию президента для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта образования. Для поиска информации о краевом молодежном проекте «Новый фарватер» в социальных сетях используй хэштеги «Ньюфарватер», «Новый фарватер» и «Фарватер-2013». И смотри первую запись из видеодневника проекта ровно через неделю. Жаркие выходные приходят в твой город. Если ты молод, талантлив, инициативен, не пропусти свой шанс. Стань участником самого масштабного краевого молодежного проекта «Десятилетие». Тебя ждут все направления молодежного творчества и молодежной политики. Войди в историю 10-го юбилейного, но неизмерно нового фарватера. 5 октября – Лесосибирск. 12 октября – Ачинск. 19 октября – Сосновоборск. 26 октября – Зеленогорск. 2 ноября – Шушинская. Выберись в свой формат. Подробности в молодежном центре и на «Мемолодые.рф». Далее наша постоянная рубрика «Молодежный календарь». Анонс самых интересных событий предстоящей недели. Смотрим! В 12 октября – Лесосибирск. На сегодня все. Напоминаю, что все сюжеты, вышедшие в эфир, ты можешь посмотреть на сайте молодежныйфорум24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и вся Россия. Кроме того, ищи нашу группу ВКонтакте, смотри Молодежный Форум. Пока! Продолжение следует...